В сегодняшнем видео мы расскажем о несправедливости армянского правительства. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, кто стал жертвой обвинений правительства и действительно ли наш герой является жертвой. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Суды Армении часто были в центре внимания, прессы, их осуждали, требовали реформации. На самом деле в судебной системе страны все так плохо. Недавно этот вопрос стал снова актуален. За этот год мои права нарушились много раз. Это персонифицированное дело, тут имеется элемент политического преследования. И все это делается в отношении одного человека, который был президентом в Карабахе и Армении. Я понял одно, закон для прокуратуры как пластилин, как хотят, так и комментируют, заявил Кочарян. Классную вещь заявил Николай Пашинян, он объявил, что второй этап армянской революции. Он блокировал суды, он призвал людей блокировать суды. Почему? Потому что они не дают ему бороться с коррупцией. Многие считают, что это такая опасная вещь. Ну потому что, ну ты сегодня блокировал суды, завтра блокировал еще что-то, а послезавтра ты превратился в узурпатора власти. Но тем не менее. У меня складывается впечатление, что инициаторы этого дела допустили все возможные нарушения. Ни одного нарушения не пропустили. Это как автомобиль едет по ухабистой дороге, пересчитывая все ямы и попадая в них. Нарушения носят просто систематический характер, сказал Кочарян в четверг на заседание суда. С точки зрения Кочаряна, для прокуратуры закон, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. По его словам, это самое позорное уголовное дело в истории Армении. Он также заявил мнение о том, что в будущем об этом уголовном деле напишут в учебниках. Это самое позорное уголовное дело в истории Армении. В будущем об этом уголовном деле напишут в учебниках. Это будет иметь как в своих отрицателях, так и положительных героев. А я знаю, кто эти отрицательные герои, заявил экс-президент. Под стенами суда собрались люди совершенно разных мнений. Одни собрали митинг и пропагандировали, как Роберт Кочарян, герой, а вторые, что он вор и убийца. А какого мнения поддерживаетесь вы? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Обращаясь же к председательствующему судье Ани Добинникян, Кочарян подчеркнул, вы пишите еще одну страницу истории данного уголовного дела, и то, какой эта страница будет, зависит от вас. На этом у нас все. Оцените наши видео подпиской и лайком. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.